Вам долго-долго, чтобы рассказать вам сегодня, что такое здоровье и как важно его уберечь. Зубная фея, злая ведьма и Бэтмен – вот главные герои сегодняшнего мероприятия. Если фея рассказывает, как правильно чистить зубы, то злая ведьма, наоборот, старается отговорить детей, ссылаясь на то, что зубы и так чистые, и нет необходимости за ними ухаживать. Тут же на подмогу феи приходит Бэтмен, который защищает интересы детей, рекомендует прислушиваться только к правильным советам и просит проявить свои знания в чистке зубов. Фатима Манкиева в свои 10 лет знает, как необходимо чистить зубы, что лучше есть, чтобы их сохранить и от чего отказаться. По ее словам, каждый раз она с удовольствием посещает подобные занятия, стараясь таким образом еще больше пополнить свои знания. Мне понравилось, как рассказывают о зубах, как рассказывают о еде, что нельзя много на компьютере сидеть, что нельзя еду другую есть, что надо два раза в день зубы чистить, ходить к врачу, щетки в 4 года подряд менять. Это мне понравилось. А вот Зураб Таршхоев, наоборот, рассказывает о своих вредных привычках. Зубы чистить он не любит, о пользе здорового питания особо не задумывается, но признается, что все же есть то, что он пить и есть не будет, потому как считает, что даже для него это очень вредно. Например, колу я не пью. Кола – это вредно, чипсы вредные, и еще там гамбургеры вредные, картошка фри вредная, я только ем овощи. И пью, я еще не пью какао. Какао я чуть-чуть пью, но кофе я не пью, только чай и какао. Самым трудолюбивым из всех в этом зале оказался Магомед Аминкадзоев. Вместо того, чтобы продемонстрировать свои знания по гигиене полости рта, мальчик стал рассказывать нашей съемочной группе, как труд облагораживает человека. Именно это он и считает залогом своего здоровья. Огород у нас где-то, не знаю, 300 метров и ширина 400 метров. Прямо заставляют тебя работать, да, в огороде? Заставляют. Ну, ничего, это очень хорошо, потому что если не работаешь, будешь ленивым, все тебе, конец у тебя, это все застранить, остановится кровь. Акцию под названием «Дети цветы жизни» проводят уже третий раз. По словам организаторов, очень важно, чтобы дети в таком возрасте осознавали, как необходимо правильно ухаживать за своими зубами и мыть вовремя руки. Эта акция приурочена к тому, чтобы объяснять детям, как проводить здоровый образ жизни, чтобы они знали правила гигиены, гигиены полости рта, ну и все, что касается здорового образа жизни. Мы не только игровой формы преподносим, мы также раздаем буклеты, для того, чтобы они памятки всякие разные, для того, чтобы они могли читать и запоминать все, что им дается нам здесь. Придерживаясь этих правил и следуя советам, уверены организаторы, дети смогут помочь своему организму противостоять неблагоприятному воздействию извне. Ну а в завершении мероприятия всем собравшимся раздали подарки. Светлана Томова, Джамалил Томасханов, Новости 24.